Здравствуйте, дорогие друзья! Это ссылка к статье. В принципе, вот сам вопрос. Первое важное условие. Вот, например, Мурат написал, вот, запланировал себе что-то. Запомните, всё надо планировать. И я дописал к этому плану ещё пару сотен строк. И назвал эту статью «Подводные камни» или «Как правильно учиться, чтобы стать программистом». Потому что, в принципе, статья получилась очень длинная, в которой собраны основные принципы, что, в принципе, даёт вам возможность усваивать материал качественно. Я это расписал, так как очень важно приобретать правильные привычки. Не говорить о чуши разной, как фильтровать некоторые книги, которые пишут, вот, там надо мышление программиста, ребят, не дурите вы себе голову. Мышление программиста есть у каждого человека, начиная с ребёнка. А вот уже научиться пользоваться языком, который, в принципе, и составлен, как наше мышление. Самый простой способ – это развить у себя привычки. И, в принципе, я описал эти привычки, которые дают возможность и правильно проходить языки, понимать, писать доки, разбирать код. Просто это надо вести в поседневную жизнь. Ну и, конечно же, те ребята, которые работают в школе, конечно, они приспевают быстро. Главное быть в школе, в группе, да? Читайте статью, ссылка в описании. Эту статью надо читать совместно с другой. Вот сейчас в описании я добавлю две вещи вот этих. Что я не добавил? Сейчас пока сюда. Секунду. Ага, вот это вот добавлю. То есть сама статья, и надо читать её вместе с предыдущей статьёй, так как в школе добавляется обучение разработки, что я под этим понимаю, да? То есть, чтобы понять, насколько будет переработана школа. Она уже перерабатывается, я заканчиваю. То есть примет немножко иной характер. Всё, спасибо. Переходите, читайте. Думаю, вам поможет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.